Здравствуйте! Все поклонники и любители Joomla, я вас приветствую в этом видео. У меня сегодня отличные новости и хорошее настроение, потому что разработчики Joomla 17 августа 2021 года заявили о выходе стабильной версии Joomla 4.0. Разработчики, для вас аплодисменты! Я очень долго ждал этого релиза. Да мы все очень долго этого ждали. И вдруг, внезапно, после релиза Кандидат 6, выходит стабильная версия Joomla 4 вместе с Joomla 3.9.10, так называемый мост, то есть обновление с Joomla 3 до 4 версии. Итак, в этом видео, что делать с сайтом, который существует на Joomla? Стоит ли сейчас переходить на Joomla 4? Или, если вы делаете новый абсолютно сайт сейчас, стоит ли делать на Joomla 4 его сейчас? Мои планы по поводу Joomla 4 подробнее в этом видео. Меня зовут Федор Васильев. Итак, Joomla 4. У Joomla 4 есть вот некая страничка презентация возможностей Joomla 4. Все ссылки я оставлю на своем сайте fedorovasilev.com в соответствующей статье. Если хотите воочию посмотреть, переходите с моего сайта, с моей статьи по всем интересным ссылкам. Joomla 4 объявила буквально на днях, 17 августа, о стабильной версии Joomla 4. Прямо сейчас ее можно скачать, как бы заявление, что она реально стабильная. И для новичков, что делать с сайтами на третьей версии? Стоит ли обновляться или нет? Я вам скажу свою точку зрения, а вы уже будете сами решать, стоит ли обновляться или нет. Во-первых, вы знаете, мои сайты, тот же сайт fedorovasilev.com существуют на Joomla 3 серии. Я не буду переходить на Joomla 4 еще 2 года. Ну, скорее всего. Потому что следующие 2 года разработчик будет поддерживать Joomla 3 серии и выпускать заплатки, так сказать, обновления, закрывать дыры и так далее. То есть будет поддерживать, как и поддерживал ранее. Но теперь у нас есть точная дата, он будет поддерживаться 2 года. Через 2 года посмотрим, поглядим. Думаю, будет как раз-таки то самое время, когда уже Joomla 4 обрастет новыми функциями. Тогда, возможно, и я сам перееду на Joomla 4. Но там просто у нас уже, наверное, не будет выбора. Но посидим мы пяток лет, и дальше могут сайт или взломать, или он просто перестанет работать, потому что обновляться он уже не будет. Хотя, может быть, он будет работать долгие годы. Здесь вы уже сами решаете. Но смотрите, какой есть нюанс, если все же вы хотите сейчас обновиться до Joomla 4. Обновилась Joomla 4, но все разработчики, которые выпускают шаблоны, плагины, модули, компоненты, не успели, естественно, обновить свои расширения до Joomla 4, которые вы, скорее всего, используете на своем сайте. И тут сайт вообще просто перестанет работать. Вы должны это понимать. Joomla вроде как поддерживается, обновиться уже можно. Но ваш шаблон, например, еще не поддерживает Joomla 4. Или это может быть самописный шаблон. Вы у кого-то заказывали на заказ этот шаблон. Разработчик тоже должен обновить именно под Joomla 4 этот шаблон. То есть это надо смотреть уже у разработчиков расширений, которые вы используете на своем Joomla 3 серии сайте. Что касается, если вы сейчас делаете новый сайт на Joomla 4, то есть так совпало время, что вы сейчас начинаете делать сайт. Или кому-то делать сайт. Стоит ли вы делать на Joomla 4? Тоже такая история. Я бы подождал несколько месяцев, потому что все же, как стабильное и нестабильное, все равно сейчас очень скоро будут выходить заплатки на Joomla 4. Скорее всего будут находиться ошибки и так далее. Но и помните, еще на Joomla 4 нету многочисленных расширений. Поставите сайт, а если вам что-то потребуется, какой-нибудь шаблон, их сейчас по пальцам пересчитать. Потому что Joomla только вышла, разработчики, естественно, не успели обновиться до Joomla 4. То есть Joomla 4 я бы тоже подождал. Конечно, можно на Joomla 4 сделать сайт, если выхода нет. И надеяться на то, что никаких ошибок не возникнет. Но опять же, функционал, если вы упретесь, который можно реализовать только каким-то специальным расширением для Joomla, но который еще не поддержит Joomla 4, вам придется ждать, когда разработчик его обновит до Joomla 4. Теперь о моих планах от Joomla 4. Для меня на самом деле большая честь записывать туториалы, видеоуроки, курсы по Joomla 4. И вот какой я выработал план по поводу Joomla 4. План до конца 2021 года и на следующий целый год. Я запланировал два видеокурса. Первый, к которому я приступлю, курс, базовый курс, так сказать, вики по Joomla 4, будет полностью бесплатный. И вы сможете находить этот курс по постоянной ссылке, которую вы сможете найти на моем сайте fedorvasily.com с главной страницы сайта. Перейдя вот по этой кнопке, здесь всегда будет находиться, так сказать, страница вики по Joomla 4. А постепенно этот курс будет наполняться, то есть 5 уроков я записал, выложил, 5 уроков записал, выложил. Как только базовая часть будет записана, уже видеоформат, в бесплатные уроки, я приступлю ко второму курсу, платному курсу под названием Joomla Pro. По поводу первого курса, то есть как он будет записываться, там будет просто обозреваться все плагины, модули, настройки Joomla 4, шаблон, встроенный в Joomla 4, какие-то сопутствующие моменты. Просто объяснять каждую функцию, каждый плагин, за что отвечает, как его настроить, как применить. Что касается Joomla Pro, это второй курс, к которому я приступлю, скорее всего, уже в следующем году. Это уже будет последовательный курс сайт под ключ. Мощный сайт, многостраничный сайт, пока ничего не могу сказать, какой он будет, пока это только все в далеких планах, но это платный курс, а это значит углубление в детали, чтобы даже самый ярый новичок смог разобраться самостоятельно с моим курсом, как создать себе профессиональный полноценный сайт на Joomla 4. То есть последовательные какие-то шаги действия, в которых будут использоваться на Joomla 4 сторонние какие-то классные шаблоны, расширения, что позволит нам сделать какой-то мощный портал, многостраничный сайт. Возможно, будет несколько мини-курсов по нескольким сайтам. То есть, например, как сделать лендинг на Joomla 4, как сделать многостраничный сайт на Joomla 4. Там уже по ходу буду я решать, как этот курс построить. По поводу языков. На данный момент записи видео есть несколько языков, в том числе и русский по Joomla. Это все вы сможете тоже ознакомиться в моей статье на сайте fedorovasilev.com. На этом видео обзоры я заканчиваю. Пробуйте, тестируйте. Если вы хотите самостоятельно, можете уже сейчас скачивать Joomla 4 и начать изучать ее. Какая она будет? Что она нам покажет? Быстрые ли будут сайты на Joomla 4? Все это мы с вами узнаем очень скоро. Я пошел готовиться к записи новых видеоуроков по Joomla 4. А вам желаю удачи и до новых видео, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok